доброе утро уважаемые дамы и господа вот он я свежий и бодрый выехали мы с наших апартаментов в городе новый сад сербии держим путь дальше государственной границы хотел по дороге заехать с утра но мы выехали полдевятого хотели заехать достопримечательно здесь есть народный национальный парк русский на гора начали подниматься там густой туман вот типа как я вчера снимал сейчас покажу тут окружающие местность такая село селом но двигаясь границы серпантин был мы через эту фрускину гору как бы по краю проезжали легкую парковку я думал тут вид чудесные виды с горы а никаких тут чудесных видов нет просто сам факт что мы все-таки сюда попали туда куда мы хотели попасть на вершине горы там смотровые площадки ну и типа яркие солнечные виды открываются яркие солнечные виды с туманом ну короче как то так вот она пушкина гора мы не на самой вершине но где-то где-то рядом он дорога еще выше идет там ниже и появим дальше сделано недалеко от сербско-боснийской границы остановка это последний на большой город как большой такой провинциальный маленький городишко богатич просто показать вот он через чесенную проехал атмосфера сербской не не показала но что-то новый сад все-таки большой город но так провинция живет в там магазин идея я не знаю натрия нам там что-нибудь надо татьяна пошла дальше шопинг спать по где а здесь есть все пусть пусть ходят марк туалетах на заправку искать магазин макси значит пойду может быть что не куплю короче вот так разгуливаем сегодня в субботах или сюда у макси зайти по дому магазин макси ассортимент небольшого магазина купил гуарана но слип 84 динара стоит попробуем ехали мы ехали и наконец приехали здесь такая буйная растительность короче не знаю из заповедника сделали свалку проблем все в том что ехали там нигде одни населенные пункты нигде не назабрав их нигде нет туалетов пришлось вернуть с дороги такое колоритное местечко труп собаки вон раздавленный вы бы еще запах тут ощутили короче так вот такие трудности нам приходится удаливать в поездке это мы еще в сервии тут пару километров до границы стоим на выезд на границе республика сербия стоим уже наверно полчаса что-то сзади там не выдержал разворачивается долго что ли я не знаю передумал ехать там за границей мост платный сказали вот заехали на пограничный мост и кадрина но сплатный 160 динара я читал коробятся значит надо ему работа по благоустройству идут а это уже другая граница денежку бы еще тут поменять поехал но до вывески мы доехали вон босна и герцоговина передо мной там фура солярки вот такая пейзажа романтические ладно подождем еще ну сколько у нас у нас уже минут 40 45 пошел на проход границу вон там пеш какой-то ну вот уже подъехали кпп боснийска к герцоговинскому снимать как везде на границах нельзя я хотел там колоритный такой трактор на нём сидят полный трактор народу это прицепе непривычная для нас картина однако нет наверное не получится снять не все таки я его успею снять такого у нас не увидят хотя я не знаю может быть где-то в деревнях и есть ладно будем ждать дальше там несколько машин осталось вот мы и заселились в боснии герцоговине в апартаменты в городе биеллина это назад на востоке боснии республики сербской живо-здорова доехали сейчас маленький обзор здесь мы будем две ночи бронировали на сайте booking.com за две ночи заплатили 40 евро без завтрака маленькая кухонька тут есть плитка холодильник столик можно слегка перекусить вот интересно кофе есть заварка есть а чайник или вот вот в этой варить ну воду конечно вскипятить можно и в кастрюле стопки есть стакан и есть принципе компоста посуда какая-то но кастрюлю можно подогреть какие удобства двуспальная кровать из окна во двор эти не тот двор где машина у нас вот там с другой стороны то их по традиции санузел нет сделаем аккуратно это что мешок не знаю ничего сошелка для полотенца полотенце понятно женские дела шампунь и гель для душа вода мыло проверено мин нет что надо будем уходить я тоже повешу ну и душ аккуратный такой бойлер там накручен на самую минимум температуру на это я могу подрегулировать сейчас поем город магазин начали съездим а там дальше видно будет на такой улочке все находится собаки короче деревень деревень нормально городок небольшой вот он апарт отель там первые этажи я так понимаю сдаются там три апартамента сейчас поедем в торговый центр нам кое-чем затарится надо на ужин там еще что-то завтра воскресенье все закрыто у них хорошо в интернете вычету потом попал бы в просаг зашли мы торговый центр где линия бинго и здесь есть ресторанчик ну как ресторан не знаю столовую назвали заказали две плескавицы вон их к нему не шути и вот буду крутить и стоит такая 7 марок это ну грубо говоря на два разделить 50 евро за все особо 2.51 то есть за все на двоих мы заплатили вернее заплатим 19 марок пополам ну грубо говоря чуть меньше 10 евро ну и сок, здоровый образ жизни, зож здесь единственное что в Боснии и Герцеговине так же как и в Сербии даже в простых столовых стоят тыпельницы должны покурить ну вот такое вот меню а там торговый центр дальше ладно, приятного аппетита ну как оно? все удобно? не буду там особо снимать я тем более таверу не взял за шоком я боюсь, я буду на них филибать взял это на телефон снимать и это самый центр центральная площадь монумент свободы дети катаются на роликах армани вон бутики тут разные шутеры детки катаются достичная оператор их снимает старое здание австралино-венгерской эпохи не знаю сейчас к минарету пойдем или туда где к минарету начали вот мы подошли рядом вот минарет кстати символично рядом Православный он там купол церкви. Ничего. Можно же существовать, если очень хочется. Закрыто. Враги все время там стравливают народы, религии между собой. Каких-то там своих личных целей. Ну там государственных типа добиваются. Некрасиво ли это? Все люди братья. Там нельзя снимать, видишь? Внутри. Так ты можешь найти туда, хоть посмотреть? Да конечно. А почему нет? Женщина даже вот так вот нарисована. Не так как ты. Просто волосы. Внутри снимать нельзя. Обыдно, да? А это у нас куда людей ведет. А это туалет. Там женский, зуб мужской. Вообще эта мечеть построена сама по себе. Как бы в самом начале. Изначально в шестнадцатом веке. Я в девятнадцатом перестроена. И, я так понимаю, совсем недавно реставрирована. Здесь, насколько я понял, могилы, наверное. Вот он такой. Мы когда кушать начинали, там Муйдюн пел. Слышно было хорошо. Мечеть Султана Сулеймана построена в 1520 до 1530 года. Реставрирована в 1893 и в 1962 году. И реконструирована в 1739 и в 2002 году. Оно видно. Освежили. Вот. Административное здание. Здание мэрии. Или как это? В Европе называют здание ратуса. На переднем плане памятник. Сербоосвободителя. Графу Петру. Первому. Карабору Бневичу. Освободителю. Ну, не освободителю, а борцу за свободу Сербии. Здание построено в конце девятнадцатого века. Здесь с момента постройки находилось городское управление, городские власти. Скопшино-Градо, Рателлино, республика Сербска. Градо-Началник. Вот такое яркое, радостное здание. Такой атмосферный, яркий, свежий, душевный городок. Небольший. Ну, по таким городам. Я, кстати, не люблю по большим городам. Здесь хоть-то там есть куда сходить. Вот такие маленькие меня привлекают. Здесь какая-то атмосфера особая. Пусть, может быть, достопримечательностей не очень много. А с другой стороны и хорошо. Иначе каша получается. Впечатления смазываются. Покинули мы центральную площадь. Вращаемся ближе к дому. Уже начинает вечереть. Набрались сильно впечатлений разных. Позитивных. Негативный Харканьев. Казино. Круги пошли. Развелки. Чупаго-бар. Очень сильно положительные эмоции. Гляньте, что завтра начинается ноябрь. А тут лето. Перейдем. В этой стороне. Лето. Уже вечереют. Футболки. Совсем. Совсем не холодно. Я не скажу, что прямо жарко. Хотя днем было жарко футболки. Вот так. Грауссов 20 наверное есть. Новый дом отходит. Редактор субтитров А.Семкин. Субтитры подогнал «Симон»